Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Авиакатастрофа на Кубе. Почему практически сразу после взлёта Боинг 737 буквально рухнул на землю? Рождённый убивать техасский школьник в упор расстрелял своих одноклассников. Почему спецслужбы пропустили его предупреждения в соцсетях? Дело труба. Кто выкапывает и продаёт куски водопровода в Одесской области? Свадьба года. Как новоиспечённая герцогиня Меган Маркл отредактировала клятву верности и почему её нельзя называть принцессой? В результате крушения Боинга 737 на Кубе по предварительным данным погиб 101 человек. Трое пассажиров остались в живых. В критическом состоянии они были доставлены в больницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местной клиники. Напомню, накануне недалеко от аэропорта Гаваны рухнул самолёт. Он выполнял внутренний рейс. Боинг упал на автостраду через несколько минут буквально после взлёта. По данным украинского МИДа, наших соотечественников на борту этого самолёта не было. Пить причины авиакатастрофы сейчас выясняют специалисты. Очередная атака в американской школе. 10 человек погибли, ещё 10 были ранены. Подросток открыл огонь по одноклассникам в городке Санта-Фе. Это штат Техас. Почему никто из преподавателей не усмотрел опасных симптомов в своём ученике, выясняли наши корреспонденты. В старшей школе техасского городка Санта-Фе только начинались уроки. Злоумышленник ворвался в класс и открыл огонь по ученикам. 9 детей и учитель погибли на месте. Ещё 10 отвезли в больницу. Никто и не подумал, что это была настоящая стрельба. Все решили, что это просто тренировка. Но вдруг мы слышим три выстрела, громкие взрывы, а учителя говорят нам бежать. Я и мой друг убежали в лес, чтобы спрятаться. Оттуда я и позвонила маме. Стрелком оказался ученик той самой школы, 17-летний Димитриус Пагурцис. По словам местных властей, после стрельбы юноша хотел совершить самоубийство, но не хватило духу. И поэтому сам сдался полиции. Ружьё и пистолет он взял у своего отца. На территории школы также обнаружили самодельные бомбы из железной трубы. Почему Димитриус открыл огонь, пока неизвестно. По словам одноклассников, он был очень тихим, а в соцсетях регулярно публиковал фотографии оружия. На одном из последних снимков Димитриус запечатлён в футболке с надписью «Рождён убивать». Невозможно описать степень злобу того, кто мог расстрелять невинных детей в школе, куда родители приводят их учиться и уверены в их безопасности. Одна из самых прискорбных вещей этой трагедии – то, что в отличие от других подобных случаев, здесь не было никаких тревожных признаков. Обычно в подобных случаях мы получаем предупредительные сигналы красного уровня, но тут их не было, либо они не вызвали опасений. В Белом доме заявили, уже ищут способы, чтобы обезопасить детей по всей стране и предотвратить подобные случаи. Отреагировал и Дональд Трамп. Мы внимательно следим за ситуацией. И федеральные власти координируют действия с местными чиновниками. Мы скорбим о погибших и выражаем нашу поддержку и любовь всем, кто пострадал от этой ужасной атаки. Стрелок уже под стражей. Подростку выдвинули обвинение в тяжком убийстве и отказали в праве выйти под залог. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. В немецком городе Саарбрюкен мужчина устроил беспорядочную стрельбу по прохожим, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает дочь Увелли. По информации полиции, он открыл стрельбу в жилом квартале. Погибшие это члены семьи подозреваемого. Кроме того, в результате этой стрельбы ранения получили еще несколько человек. Один из них сейчас в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. В полиции предполагают, что причиной этого инцидента стала банальная семейная ссора. Массовая эвакуация в самом центре украинской столицы. В торговом центре «Глобус» на Майдане на залежности ищут бомбу. По информации столичной полиции, сообщение о заминировании поступило по электронной почте. На месте сейчас работают взрывотехники, кинологи и правоохранители. Они обследуют помещение. Из здания уже эвакуировали около тысячи человек, а сам торговый центр временно закрыт. Тайник с боеприпасами нашли правоохранители в Ужгороде. Об этом на своей официальной странице сообщает закарпатский губернатор. По данным Геннадия Москаля, гранатометы и гранаты должны были использовать во время вооруженных провокаций в его области. Обо всем подробнее расскажет Марина Коваль. Два гранатомета и 25 противопехотных гранат нашли на окраине Ужгорода в районе Радванка. Прятали боеприпасы в земле, тщательно закопав. Кто это сделал и для чего мог быть использован найденный арсенал, правоохранители пока не уточняют. А вот на официальном сайте Геннадия Москаля появилась информация, что эти боеприпасы хотели использовать для организации вооруженных провокаций в области. Губернатор говорит о российском следе. Вы знаете, не удивляясь на то, что все их провокации потерпели неудачу, я имею в виду 5-го разведуправления ФСБ. Все раскрыто, что было сделано за их деньги, и найманы те люди, и арестованы. Я знаю эту контору, они так звездом не пойдут. Это недавно закладанный тайник. И есть ли он один? Ситуацию в Закарпатте внешние силы пытаются дестабилизировать с начала года. Зимой были две попытки поджога офиса венгерской общины в Ужгороде. В первом случае горючее вещество в здание бросили граждане Польши, члены радикальной группы «Фаланга», которая тесно сотрудничает с Россией. В организации следующего поджога того же офиса подозревают жители Приднестровья. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. И целый арсенал боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны обнаружили полицейские у жителя Харьковской области в его гараже. Изъяли около полутора тысяч патронов, более 40 гранат, 10 корпусов снарядов, 10 выстрелов, 8 корпусов гранат и 10 килограммов тротила. Некоторые боеприпасы заржавели и могли сдетонировать в любой момент. Об этом сообщили в полиции. На вопрос, откуда столько, хозяин гаража, 64-летний мужчина, пояснил, что долгое время он занимался раскопками и собирал эти боеприпасы. За незаконное обращение с оружием ему теперь грозит до пяти лет тюрьмы. Такое вот хобби. Не останавливать темпы реформ до вступления в НАТО. Об этом и не только сегодня говорил президент во время своей рабочей поездки в Хмельницкий и Винницу. Кроме прочего, заявил о необходимости перезагрузки судов первой и апелляционной инстанции, а еще о децентрализации, о том, что деньги для громад должны быть использованы для потребности школ, детсадов, а не хранятся в банке на депозитах. В Виннице Петр Порошенко принял участие в праздновании Дня Европы. Он поздравил всех украинцев, напомнил, что соглашение об ассоциации с ЕС действует. Продевок проводится почти полторы сотни реформ, по его словам, и работает без виз. Также президент сегодня принял решение окончательно прекратить участие Украины в учредительных органах СНГ. Сегодня я подписал соответствующий указ про откликание всех представителей Украины из всех статутных органов СНГ. Нам там нет больше, что делать. Мы движемся вместе в Европу. А в Хмельницкой области президент представил нового губернатора Вадиму Лозовому 47 лет. До этого назначения он работал замом гендиректора сети строительных гипермаркетов «Эпицентр». Возглавлял в облсовете одну из депутатских фракций под названием «За конкретнее справы». Предшественника Лозового Александра Корничука, который руководил областью с апреля 2016 года, Порошенко поблагодарил за работу. В отставку он подал 17 мая. Теперь будет работать советником президента. Прочуватый. Не прекращаются обстрелы на Донбассе. Боевики бьют из минометов запрещенного калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Один украинский военный получил ранение. Он взорвался на взрывчатке. А сейчас он в тяжелом состоянии, но врачи борются за его жизнь. В районе Авдеевки противник трижды обстрелял наши позиции. Все подробности расскажет наш военкор Ирина Баглай. Працювали они за шестую ранку, буквально 20 минут, в час тумана. Над их позициями снова грохотали взрывы. Минометы боевики установили неподалеку. Скорее всего, он был тут, в лесу Смузи. Это миномет, который используется. Он переносный, 82-го калибра. Так называемый, думаем, что это Васильок. Но вот уже который день вражеские снаряды более крупного калибра все чаще перелетают через армейский рубеж. По населенным пунктам российская артиллерия бьет из гаубиц и самоходок. 122-го калибра бывало, и несколько раз, что работал 152-й. То есть, какое-то планование в этих обстрелах мы не видим, потому что огонь ведется практически по селу. Во время таких обстрелов команда личному составу в укрытие, кроме наблюдателей. У оставшегося на посту считанные секунды, чтобы после выстрела укрыться. Вспышек от выходов, как называют выстрелы артиллерии наши солдаты, здесь не разглядеть. Орудия боевиков скрывают холмистый ландшафт и лесопосадки. Но под такие обстрелы зачастую пытаются прорваться штурмовые группы противника. Он пост не кидает в любом случае, даже если оно будет падать по самой позиции. Потому что его же и задача выявлять, и в первую очередь, давать, открывать огонь по противнику. Грохот от выстрелов орудий сменяет гул вражеской тяжелой техники. А наличие тяжелого вооружения на линии соприкосновения докладывает и наша разведка. Ирина Баглай, Евгений Пахарчук, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. Добираться в прифронтовую зону теперь станет немного легче. Об этом во время встречи с премьером рассказал глава УКР Залезницы. До конца года количество поездов в Мариуполь увеличат. Предприятия уже предпочитают автомобильному, железнодорожный транспорт для доставки своей продукции. Сейчас в Мариуполь курсирует более 20 поездов. Но Владимир Гройсман подчеркнул, что помимо количества, важно, конечно же, качество этих поездок и самих составов. Мы планируем до конца года довести количество получений до 26-28 лет. По вашему доручению, нам было уменьшено время применения подъема Киев-Мариуполь. На сегодня мы смогли сделать это на годину. Мне требуются вопросы по качеству перевезения пассажиров. Фактически я вижу инициативы, которые сейчас идут от УКР Залезницы, они нормальны. Но нужно проводить вопросы в вагонах, когда люди путешествуют, и ориентироваться на них, что нужно сделать, как сделать это лучше и так далее. И по каждому потягу нужно делать свою аналитику. Жители Донецкой области выступают против незаконной добычи лития в этом регионе. Об этом рассказал нардеп Сергей Каплин. В ходе рабочей поездки он встретился с активистами Великонавоселковского района. В начале этого года несколько предприятий получили специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на местном Шевченковском месторождении. Местные жители опасаются за свое здоровье, поскольку добыча лития несет угрозу окружающей среде. Мы собрали уже более тысячи подписей против такого решения властей. По словам нардепа, добыча это незаконно, без согласия жителей, и этим делом уже занимается прокуратура. Мы предлагаем... А вот активистам, которые обнаружили это, теперь поступают угрозы. От кого и кто наладил такой хитрый бизнес, разбирались мои коллеги. Сельхоз Угодья под Одессой. Здесь под землей пролегает магистраль, по которой город снабжается водой. Рядом неработающая ветка водовода. Вот ее как раз и выкапывают. Обнаружили это активисты. Масштабы впечатляют. Траншея длиной в несколько километров пересекает два поля. Трубы чугунные. На первый взгляд металл в хорошем состоянии. По приблизительным подсчетам 132 секции. Примерно до двух тонн каждая. Ну плюс-минус 70 тысяч долларов только здесь. И около 100 тысяч долларов на соседнем поле. И мы должны это расценивать как кражу государственного имущества. Работающую технику активисты сняли на видео и вызвали полицию. Никаких документов водитель экскаватора правоохранителям не предоставил. А также отказался сообщить для кого. Выкапывают трубы. Работы остановлены. В лесопосадке тем временем дежурит группа мужчин. Сначала говорят охраняют поля. Зачем что просто рыбачат. О трубах ничего не знают. Я не знаю. Не надо меня снимать. Говорю все равно. Так вы же охраните здесь. Я рыбач. А вот в соседнем селе рассказывают. Охота за водопроводными сетями в этой местности не прекращается уже несколько лет. Их ловили, да. Ну полиция ловила. И все равно они продолжали потихоньку, потихоньку. Но это же линия резервная идет. Это если вдруг что-то с этой линией, они должны запускать вторую. Одесские водопроводные сети находятся в долгосрочной аренде у одного из частных предприятий. Активисты не исключают, что работы согласованы с этой компанией. Но там все отрицают. Мы можем сказать, что данная труба не числится на балансе филиала НФК «Сводоканал». И филиалу НФК «Сводоканал» она, к счастью, не принадлежит. Кто же является собственником? Сейчас это пытаются выяснить правоохранители. Активистов, между тем, внезапно вызвали на разговор в областное следственное управление полиции. Те поначалу обрадовались. Думали, это связано с трубами. Я приезжаю, мне говорят, мы хотим в отношении вас возбудить уголовное дело. Потому что в 2016 году якобы ваши активисты были где-то на каком-то километре, там, какой-то трассы. Но я так понимаю, что это типичное давление для того, чтобы мы сняли, так сказать, общественный взор с этого деяния, которое здесь происходит. По одной из версий активистов, неработающую магистраль из-за изношенности попросту списали. То ли частное предприятие, то ли его предшественник. Причем с нулевой балансовой стоимостью. Если это так, то напрашивается еще один вопрос. Кто умножил на ноль дорогостоящее имущество и нет ли здесь сговора должностных лиц? Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер», Одесская область. В Черкасах буквально час назад начались беспорядки на центральном стадионе. Во время матча между футбольными командами «Черкасский Днепро» и «Суммы» более сотни местных фанатов вышли на поле и начали запрасывать петарды и дымовые шашки. Матч был остановлен, вместо футболистов поле заняла полиция, но даже после этого фаны не угомонились. Правоохранителям пришлось применять силу. Есть ли задержанные и какое количество пострадавших после этой потасовки пока неизвестно. Порядок в Киеве. Уже через неделю во время финала Лиги чемпионов, кроме обычных, будут охранять также новые полицейские подразделения. Так называемая «Полиция Диалога». Ее создали недавно при помощи консультативной миссии Европейского Союза. Сегодня эта международная организация впервые за 4 года провела День открытых дверей. Что показали, что рассказали, обо всем подробнее в нашем материале. День открытых дверей во дворе консультативной миссии ЕС. В начале демонстрация достижения кинологической службы. Собаки ищут взрывчатку и наркотики. Эта бельгийская овчарка Пака уже 6 лет работает в аэропорту Борисполь. Неожиданно гроза наркодилеров оказывается очень стеснительным. Корень зла – большая видеокамера. Он очень стеснительный. Мы его сейчас повернем немножечко, чтобы было вот так. Раз! Ему нравится учиться. Ему сложнее лежать на диване. Работа евроконсультантов началась в декабре 2014-го, после приглашения украинского правительства. 300 специалистов из стран ЕС помогают в реформировании пограничной службы, прокуратуры и полиции. Но есть и заокеанские гости. Из 30 миллионов канадцев, 1 миллион имеет украинские корни. Из-за этого в Канаде большое политическое лобби и желание помочь своим украинским друзьям. Я рассказываю криминалистам о том, как проводить экспертизы, а также о новых технологиях и методах, которые используются в мире. Разговорный жанр их оружия – это полицейские диалога, которых готовили по скандинавской методике. Их задача – обеспечить спокойствие и порядок во время митингов и массовых акций. Например, таких, как предстоящий в финале Лиги Чемпионов. Через неделю на подмогу киевским приедут коллеги из Одессы и Львова. В прошлом году мы обратились к концептивной миссии Европейского Союза о реформировании блоку цивильной безопасности. Это в первую очередь введение скандинавской модели обеспечения публичной безопасности. Основное завдание и принцип скандинавской модели – это минимализация демонстрации силы. У нас нет специальных способов, оружия, мы используем только слово. Глава Евромиссии говорит, в Украине, чтобы заработали реформы, нужны не только финансы. Комиссия за год тратит 20 миллионов евро, но и желание самих украинцев меняться. Нужно время, потому что вы большое государство. Когда говорят, что нет мотивации у полицейских, например, все говорят, что зарплата маленькая. Но это не так. Должна быть зарплата – это одна из частей мотивирующих. Еще должны быть ценности, в которые культура организации, в которую верят. Сейчас евроконсультанты создают новую стратегию для полиции и МВД, а также разрабатывают нормы внутренней безопасности и этики силовых структур. В Европе уверены – это поможет побороть коррупцию. Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал Интер. И самая долгожданная свадьба года. Британский принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл. На бракосочетание съехали знаменитости со всего мира. Среди них Джордж Клуни, Сэлтон Джон и Опра Винфри. Светлана Чернецкая все видела и нам расскажет. Самый волнительный момент церемонии. Жених впервые видит невесту в свадебном платье. Мама Меган не смогла сдержать слез радости, проплакала почти всю церемонию. К алтарю невестку повел свекор и будущий король, принц Чарльз. Во-первых, я обязан попросить всех присутствующих. Кто знает причину, по которой эти двое не могут законно пожениться, заявите об этом сейчас. Традиционно молодожены обменялись клятвами, но поскольку Меган – ярая защитница прав женщин в своем брачном обете, она упустила слова о послушании мужу. Я, Гарри, беру тебя, Меган, в жены, обещаю оберегать тебя с сегодняшнего дня и навсегда. В радости и печали, богатстве и бедности. В здоровье и болезни любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно святому закону Божьему. Гарри тоже решил отступить от королевских традиций. В отличие от брата, принца Уильяма и всех мужчин в семье, заявил, что будет носить свадебное кольцо. Сама Меган решила в этот день надеть простое белое платье. Его создали во французском модном доме Живанши, который сейчас возглавляет британка Клэр Уайт Келлер. А на голове невесты бриллиантовая тиара, которую ей одолжила Ее Величество Королева. Несколько цветов для букет невесты Гарри лично сорвал в саду замка. Оставайся со мной в исполнении госпол-хора. Меган – американка и привнесла свою культуру в эту традиционную британскую свадьбу. С проповедью также выступил афроамериканский епископ из Соединенных Штатов Майкл Карри. Но, конечно же, преобладали на церемонии британские обычаи. На венчании в Часовне Святого Георга 600 гостей. Среди них Ее Величество Елизавета II, члены королевской семьи, певец Сэр Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, голливудские актеры Джордж Клуни и Идрис Элбо, теннисистка Сирена Вильямс и футболист Дэвид Бекхэм. Также среди приглашенных две бывшие девушки Гарри, актриса Крисида Бонас и школьная любовь Челси Дэви. Первые поцелуи мужа и жены. Сегодня они стали герцогом и герцогиней сасекскими. И теперь к Меган будут обращаться Ее Королевское Высочество. Ну а после официальной части молодожены сделали почетный круг по городу в карете на радость десяткам тысяч людей, приехавших в Виндзор. И хотя эта свадьба намного скромнее предыдущих и проходит не в Лондоне, атмосфера здесь абсолютно удивительная. С погодой невероятно повезло, на улицах не протолкнуться. Все хотят хотя бы краешком глаза увидеть новоиспеченных мужа и жену. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Торжества продолжаются и сейчас. Светлана Чернецкая с нами на связи. Светочка, здравствуй. Расскажи о том, что не попало в материал твой. Наталья, как видишь, здесь в Виндзоре люди не спешат расходиться. Но действительно, свадьба-то еще продолжается. Чуть позже должен начаться праздничный ужин, который организовывает отец жениха и будущий король принц Чарльз. Это будет прием для самых близких людей, родственников и друзей. Всего 200 человек. Ну а чуть раньше, после обряда венчания молодоженов и 600 гостей, находившихся в часовне, на небольшой фуршет пригласило ее величество королевам. Угощали канапе семи видов и горячими блюдами на выбор ризотто, курица или свинина, на десерт макаруны и крем-брюле, ну и, конечно же, свадебный торт. Еще одну традицию нарушила Меган Маркл. За праздничным обедом она обратилась с речью к гостям. Обычно это прерогатива жениха. Но принц Гарри тоже сказал тост. Камер на торжестве не было, но пару фотографий нам обещают. Ну и во всем государстве люди устраивают вечеринки в честь королевской свадьбы. Это давняя традиция на заднем дворе вместе с друзьями смотреть прямую трансляцию свадьбы и поднимать тост из-за новобрачных. Все в нашей стране любят свадьбы, особенно королевские. Это прекрасная возможность встретиться с друзьями, закатить вечеринку. Обычно люди празднуют прямо на улицах. Это одна из немногих возможностей познакомиться с соседями, которых до этого не знал. Это очень позитивное и праздничное событие, ведь это королевская семья. Это определенный момент гордости для британцев. И это все происходит очень элегантно с учетом традиций. Кроме того, по всей стране установили огромные экраны для прямой трансляции свадьбы и в пабах, и на стадионах. И, конечно же, прямой эфир смотрели миллионы зрителей по всему миру. Особое внимание к событию в Соединенных Штатах, ведь Меган родилась в Лос-Анджелесе. И пускай, когда началось торжество, там было всего 4 часа утра, многие не спали и следили за происходящим. Ну и также сотни американцев находятся сейчас здесь, в Виндзоре. Люди специально приехали, чтобы приобщиться к празднованию. Наталья? Спасибо, Света. Светлана Чернецкая о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. А на Лазорном берегу во Франции сегодня все завершается. Прямо сейчас проходит церемония награждения победителей кинофестиваля. В Каннах находится моя коллега Елена Абрамович, она с нами на связи. Лена, добрый вечер, расскажи, кто победители. Наташа, церемония награждения только-только началась и рассчитана на полтора часа, поэтому в данный момент имя победителя еще неизвестно. Результат может стать неожиданным, так как в этом году жюри, возможно, будут учитывать и гендерный аспект, оценивая творческие команды. Не зря же глава жюри Кейт Бланшет устраивала на красной дорожке феминистский митинг. Всего в основной программе три фильма женщин-режиссеров. И два из них получили весьма похвальные отзывы. Это драма «Счастливый Лазар» итальянки Алича Рорвахер и «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Ливанская картина особенно понравилась критикам. Это история о 12-летнем мальчике, который подал в судно родителей за то, что они произвели его на свет, не имея возможности обеспечить нормальную жизнь. Ну а если отбросить гендерный фактор, то безусловным лидером и для публики, и для критиков стал фильм пылающий корейца Лич Хандона. Ранее фаворитами считали картину «Лето» о Викторе Сое, российского режиссера Кирилла Серебренникова, и польскую драму «Холодная война» Павла Павликовского. Вот такие прогнозы. Ну и напомню, что Украина в этом году не боролась за золото. Но два украинских фильма участвовали в других конкурсных программах. Фильм «Донбасс» Сергей Лазницы получил награду за лучшую режиссуру в категории «Особый взгляд». А картина «Женщина на войне» премию за лучшую музыку на неделе критики. Спасибо, Лена. Елена Абрамович, которая сейчас загорает и работает в Каннах, была с нами на связи. Новое название для Македонии. «Зима посреди весны» в американском Колорадо и футбольные бутсы, которые станут музейным экспонатом. Обо всем этом прямо сейчас. Зима посреди весны. Поблизости города Веллингтон в штате Колорадо прошел сильный град. Из-за него часть территории вместе с домами, полями и дорогами покрылась коркой льда. Удивительную картину засняла пилот Джейн Карпентер. За пределами покрытой градом земли весна с зеленеющей травой. По словам Карпентер, она пролетала 25 лет, но никогда не видела ничего подобного. Несмотря на 28-градусную жару, град пролежал на земле несколько дней. Македония внесла новое предложение относительно названия страны для урегулирования спора в переговорах с Грецией. Новый вариант. Республика Иллинденская Македония уже обсудили премьер-министры Македонии и Греции. Окончательное решение подтвердят до июньского саммита лидеров ЕС. Спора о названии продолжается с 1991 года. Времени обретения независимости Македонии. Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Бенедикт Камбербич сыграет главную роль в фильме о Брекзит. Картину о референдуме по выходу Британии из Евросоюза планируют показать в марте 2019-го, незадолго до завершения Брекзита. Звезда сериала «Шерлок» исполнит роль лидера общественного движения «Голосуй за выход» Доминика Каминца. Режиссером ленты станет Тоби Хейнс, постановщик нескольких серий «Шерлока» и «Черного зеркала». В египетском зале британского музея выставили бутсы Мохаммеда Салаха, лучшего нападающего чемпионата Англии и сборной Египта. Поместить обувь египетского футболиста вместе со скульптурами фараонов, саркофагами и папирусом решил хранитель экспозиции древнего Египта Нил Спенсер. Мол Салах – живой символ современного Египта. Его футбольные бутсы пробудут там до конца месяца. Музей также планирует приобрести и другие объекты, рассказывающие о повседневной жизни в современном Египте. Буйство красок среди респектабельности. Квартиру миссис Пинг в лондонском районе Хакни называют самой яркой в столице Великобритании. Хозяйка жилища, проживающая там с мужем, двумя детьми и тремя котами, заявила, что с детства была фанаткой цвета. В течение нескольких лет она преображала свою трехэтажную квартиру площадью 125 квадратных метров так, чтобы это выглядело праздничным и неординарно. Для миссис Пинг это не только жилье, но и одновременно и творческая лаборатория, и шоу-рум. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Продолжение следует...